Всем привет! Сегодня у нас на канале особый гость. Её зовут Кейт или Катя по-русски, и она англичанка, которая выучила русский язык и несколько раз бывала в России. У неё есть очень крутой канал, я рекомендую вам подписаться на её канал. Ссылка будет в описании этого видео. Так что, Кейт или Катя, насколько я знаю, вы с мужем из Беликобритании, но вы переели в Губань, но несколько раз вы были в России, да? Да, да, да. Но два года назад мы жили в России, но полтора года мы жили там, потому что мой муж учился там, в Москве. И да, когда мы переехали туда, это было... Ну, мой первый раз в Москве, моя мама русская, поэтому я думаю, я говорила неправильно, потому что я всегда говорю русская, но это не русская. Это ошибка у меня. Как сказать? Не русская, но российская, да? Россиянка, россияне, россияне. Да, да. Ну да, она из России. И да, я была в Питере, когда мне было 4 года, но я никогда была в Москве, и поэтому, да, мы переехали туда, и да, это было... А вы в детстве учили русский язык? Вы с родителями говорили по-русски или только на английском? Я? Да. Да? Нет, нет, я не говорила на русском с родителями, потому что мой папа не умеет говорить на русском, и моя мама не говорила со мной на русском в детстве, поэтому только когда я познакомилась с мужем, он говорил, что... Ну, что он был очень... и сейчас. Ему очень интересно изучать русский язык, и все, это был мой первый раз, первый раз, когда я познакомилась с человеком, который очень интересен о России, потому что я знала, я знала, конечно, я... Моя мама из России, но у меня не было друзей из России, я не знала ничего, ничего, ничего. Я слышал, что... извините, я слышал, что в Лондоне много русских, особенно богатых, но вы не из Лондона, нет? Ну, рада с Лондоном. Это... ну, я жила в детстве в деревне, ну, может быть, 30 минут на поезде, поэтому я всегда говорю, что я из Лондона, но я не из города, но все знают Лондон, конечно, понятно. Да, я всегда говорю, что я из Лондона, но... да, никто в деревне, где я родился из России, но когда я была в Мариже, у моей мамы было немного друзей из России, но когда я была чуть-чуть... Не большая, но... Ну, ну... Ты как, подросток, да? Да, 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 они... Да, я не видела их, поэтому... У меня нет... Ну, я никогда чувствовала, что я русская девушка, я всегда думала, я англичанка, поэтому я англичанка, как я на YouTube. Понятно, интересно. А вы с мужем познакомились, и потом вы решили учить русский язык после того, как вы познакомились, это правда? Нет, нет. Окей, на что вы? Нет. Нет. Ну, не прямо, как сказать, но не очень быстро. Я всегда в детстве, в школе, я думала, а, я не могу изучать иностранский язык. Это не для меня. Очень-очень сложно. Я всегда думала, в мире есть люди, которые очень хорошо понимают иностранский язык. И да, в школе ты был так долго, или ты всегда любил иностранский язык? Да. Я всегда любил иностранный язык. Я учил в школе, и с родителями я говорю по-испански, поскольку мои родители иммигранты в эту страну. Так что, вот, ну да, я всегда любил иностранный язык, но есть люди, которые не любили иностранный язык, но они познакомились с каким-то определенным языком. Это возникло какое-то желание продолжать учить новые языки. Так что, вот, я думал, вы решили учить русский. И потом, была мотивация до изучения русского языка, или какая была главная мотивация, это было общение с мужем, или как? Ну нет, у меня не было мотивации изучать русский язык, но всегда муж говорил, что если я хочу, ну, вышить, как сказать, вышить за мужем. А, перфекция, да? Да, да, но мне нужно изучать русский язык. Я всегда знала это. Потому что он изучал, и это очень важно для его. Да, это так. Но мы переехали в Россию, и даже когда мы переехали, я думала, а, это слишком сложно, я не могу. Потому что в школе я, ну, в Англии это система, когда, ну, тебе, сколько лет, ну, 16 лет, ты можешь выбирать, ну, не темы, как называется, но, like, subjects. Да, 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 в школе, и когда меня было 16, или раньше, может быть, раньше, я говорила, нет, я не хочу изучать французский язык, но иностранский язык я не могу изучать. И всё, я закончила, и я не помню ничего. И да, когда мы переехали в Москву, ну, это было сложно в России жить там, если ты не знаешь русский. Поэтому только после, может быть, 6 месяцев я начинала изучать русский язык. И только, мне кажется, только, может быть, один год назад я начинала очень любить изучать русский язык. До того, как я изучала, но я не очень, мне не понравилось, я знала, что мне нужно, и всё. Но изучать я очень-очень люблю. Интересно. Да, да. А когда вы переехали в Россию, и как долго вы там жили, в России? Мы жили в России полтора года, потому что мой муж жил там, может быть, ну, несколько месяцев без меня, потому что я думала, ну, я хотела жить в Италии. Это где мы посмоковались, и я очень любила жизнь там, и я работала, ну, как ау-пэр. О, окей. Обмена какой-то... Да? Ау-пэр, я не помню, что это значит. Думаю, это как обмена... Ну, это как... Ну, няня. Няня, но из... Да. Мы работали здесь. Да. Да. Поэтому, да, я жила в Лидии одна, как ау-пэр, и мой муж в Москве, и после, ну, очень быстро я понимала, я не могла жить без... без его. И я всё в России. А вы переехали именно в Москву или в какой город? Да, в Москву, в Москву, и это очень смешно, потому что у меня есть русский паспорт, и когда я переехала, ну, конечно, они говорили на русском со мной, и я не понимала ничего, ничего. Я только могла говорить, я хочу мороженое, и всё, и всё. Вот. Очень смешная фраза, потому что мой, ну, это маленькая история, но на холодильнике в детстве моя мама писала несколько фраз, и я только хотела вспомнить это. Я хочу мороженое. Понятно. А когда вы уже начали понимать русский язык и мыслить, думать на русском языке, это было возле нескольких месяцев или после года, когда уже думали и понимали русский? Хороший вопрос. Не знаю, но весь, но в Дубае мне кажется, что у меня очень быстро, у меня очень быстро прыгает, потому что я, я не понимаю, но, может быть, это потому что я начинала в России, и, ну, это сложно начинать язычать новый язык. И когда я приехала сюда, у меня есть уже, ну, я уже поняла чуть-чуть, как язык работает. И здесь я работаю с русскими людьми, семьями, все в башне из России, все в районе, в ресторане, все русские, может быть, туристы или резиденты. У вас есть ежедневная практика, вы каждый день говорите с людьми здесь. Да, 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 я пишу на русском, я говорю с родителями, но не все, потому что, ну, есть родители, которые могут говорить на английском, но, ну, это интересно, потому что здесь не все, все могут говорить на английском, но это Дубай. Но, потому что есть район, где только русский, и могут говорить с друг с другом весь день, каждый день, 10 лет, может быть, на русском. И это так, да, это очень интересно, это, да, я очень люблю, потому что, конечно, мы не в России, это очень другое место, но я слышу русский язык на радио, например, в машине мы только слушаем русский язык. В Англии, это радио? Да, радиоволна. Вау, я удивлен, я не знал, я думал, в Тубай большинство людей говорят по-английски, и, конечно, есть русские эмигранты, но я не думаю, что такие, так много русских эмигрантов в Тубай. Да. Говорите, что много, да? А, да, 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 тоже, но много людей говорят, что я, но я выгляжу как русская девушка, поэтому, когда я гляну на улицу, ну, люди говорят со мной наружу. Потому что они думают, что я, ну, русский мой родной язык, но всегда я отвечаю, но это, когда они слышат меня, они понимают, что это не мой родной язык. Просто говорим о вашем опыте в России, первый раз, когда вы были в России, какие у вас были первые впечатления? Потому что на Западе, особенно в Англии, в Америке, нам постоянно говорят, что, конечно, говорят про минусы жизни в России, а вы испытывали такие минусы, как типичные минусы, что бедно жил там, и что просто... Или какие у вас были первые впечатления? Хороший вопрос. Ну, все были очень новые у меня, когда я переехала сюда. Но я переехала, переехала, когда-то была зима, осень или зима, поэтому я была чуть-чуть долгой, потому что в Англии у нас нет такой, такая зима. Снегом очень редко, а в Англии чуть-чуть, и это, ну, будет... Один день. Да, да, но может быть не один день, может быть 30 минут, и все в году, поэтому... Ну, да, я была в шоке, мне нужно было купить много новых детств, я тоже, ну, и да, другая тоже в магазине, все очень новое. Тебе, когда ты переедешь в новую страну, тебе нужно учить, как жить там, какие продукты купить. И тоже, например, я помню, когда я была в магазине, первый раз одна, я не понимала ничего, и женщина спросила меня, тебе нужен пакет? Ну, пакет нужен или что? Да, и я не понимала ничего, я только вот так, но большой глаза... Да, я тоже, когда учил русский, когда люди говорят пакет, я думал, как на английском... Да, 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 пакет. Коробка, как посылка, или нет? Пакет. Прикажи, ноутбук. Ноутбук, ноутбук. Да. Какие именно выражения и слова в русском языке существуют, но в английском не можете сказать это. Например, я даю пример. Это валяется на полу. Валяется, значит, лежит на полу что-то. В английском нет этого выражения, нет этого слова. Валяется, что-то валяется. Есть пример у вас? Ну, а слова, которые мы используем на русском... Да, которые используют на русском, но не можешь перевести это слово. А, да. Ну, например, лежать. Ну, лежать в чемодан. Не знаю, если... А, здорово. Ну, лежать или вставать. Вставать в стакан. Да? Это правда. Да, я понимаю. Вы имеете в виду, что, например, стакан или мои очки лежат на столе. Да? Да, да, да. Мы не говорим, что мои глаза лежат. О, можно сказать, что мои глаза лежат? Ну, это стакан. Ты говоришь, что мои глаза лежат. Да, 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 да. Да, да, да. Какие были самые большие отличия между Россией и Англией? Кроме погоды, конечно, вы сказали, что очень холодно. Помимо погоды, что еще было удивительно? Ну, люди разные тоже. Люди разные. Всегда. Но я тоже жила в деревне в Англии, поэтому разности тоже в городе, в деревне другие. Но в деревне в Англии, где я жила, ну, мы всегда говорим, ну, привет. Если ты не знаешь, человек всегда, привет, как дела? Да, но ты не хочешь узнать, как дела, но ты всегда говоришь. Американцы. Да, как американцы. Да, да. Просто чтобы общать. Это не глубокие темы, просто смарт-так. Да, смарт-так. Это как, о-о-о, хип-по-спанинг на бакадмии. Да? Да, да, да. Да, это правда. Я была в шоке чуть-чуть, потому что это было новое место для меня. Я не знала никого. Но я хочу, что... Но я хотела, чтобы кто-то спросил меня, как я хотела говорить. Ну, да, на английском я хотела говорить, конечно. Но, да, никто говорит так. Но сейчас я понимаю, почему. И мне нравится больше. И, да. Ну, я переехала в Россию, когда мне было 19 лет. И поэтому я... Ну, они очень важные лет в жизни. Ну, 19-20. Поэтому я думаю, я... Ну, Россия изменилась. Изменилась? Да. Да. Потому что они были важны, как сказать, лет в жизни. И да. Да, да. Хорошо. А вы были в каких других городах? В Питере? Да, в Питере, в Суздале, в Владимире, в Ярославле. В Мурманске. В Церебурке. В Левозере. В Левозере. И это Церемия. Как в Мурманске. Я никогда не был в Мурманске. Я бы хотел посетить Мурманск. Это очень северный город. Очень далеко. И это, да, или как? Да, да. Это не моя идея. Потому что я знала, ну, еще YouTube, The Ending, The Ending from Russia. И это была ее идея. Потому что она, ну, сейчас она делает очень много видео на Северный... Да, да, да. Она очень любит. Но я думаю, когда мы путешествовали там вместе, это был его первый раз. И мне понравилось, но не очень-очень-очень. Потому что это очень другое. Москва, моя любимая город, мой любимый город в мире. Но Мурманск очень другое. И это было интересно, но один раз, и все. Я видела, ну, это на Север. И я холодно, я думаю, тогда в осень. В осень. В осень, где-то в октябре в это время, да? Да, и холодно. И мы плавали тоже в море. Freediving. В морской ежике мы собирали тоже в море. И у нас были не костюм, но на английском это костюм. Но на русском, но костюм это suit. Не знаю, как называется это. Wet suit. Wet suit. Я понимаю, да, я понимаю. Не знаю на русском тоже, но я добавлю фото, чтобы люди поняли. Окей. Я знаю, что вы недавно были в Екатеринбурге, да? Да. Я видео, может, публиковала видео вчера, или позавчера, да? Да. Как вам Екатеринбург? Интересно. Это очень интересно путешествовать одна. Я была одна в Екатеринбурге. Я только знала семья, которая живёт в Екатеринбурге. И это причина, по которым я путешествовала сюда. Но я очень хотела тоже, потому что это называется Екатеринбург. Я Катя, поэтому мне нравится смотреть город, конечно. И, да, меня понравилось. Было интересно. Я рада, что я была там. Что такое? Ну, это маленький город. Маленький, чем Москва, конечно. Ну, можно гулять там. А, это река? Да, река там можешь брать. Там. И я видела тоже. А, я забыла, как называется. Оно было очень красивое, но грустное место. И я не знала ничего о городе. Есть какие-то минусы или что-то неудобное в России для вас? Например, большой минус для меня это было, особенно после санкций. Я был в России только после того, как США были санкции в России. И неудобно менять деньги, доллары, рубля, платить только с мир, с картой мир. Как сейчас? Это неудобно для вас тоже это? И какие еще неудобства в России? Как иностранных? Ага, но это, но я была в шоке. Я не понимала, потому что никто говорили, что это будет так. Я жила, ну, летом я была в Москве, и я жила в хостеле в центре. И я не знала, что GPS не работает в центре. Они б***ировать. И поэтому никто могла найти мой хостел. И я платила очень много для тех хостелей каждый раз, потому что они делают круг. И да, было очень сложно. И когда я приехала, я была очень устала. Я не думала, я не планировала, ну, куда мне нужно ходить. И поэтому я потеряла много раз. Слушай, да, и когда я был в Москве, я вызывал такси в центре, и я видел, что такси едет. Потом в какой-то момент он там находится, далеко. И потом там находится. Было просто непонятно, где он находится в реальной жизни, потому что, да, было какое-то проблему с навигатором в Москве в центре, да? Да, и таксисты очень злые сейчас. Но я понимаю, потому что они водят, и они не понимают, куда нужно водить. Да, они не понимают. И, а, извините, я не понимал. И, а, я была жал, когда я смотрела на таксисты. Очень сложная работа сейчас за таксист. Ух, и я не понимал, как они работают. Потому что, ну, это, да, это сложная работа. И тоже, ну, может быть, немного денег тоже. Но зарплаты не очень высокие, нужно работать очень много. И они не могут, потому что всегда они не могут найти, ну, людей. И мы, и поэтому, да, я не знала это до того, как я приехала. Поэтому, да. Но у меня были деньги на карте, поэтому, потому что я работала в России до того, как я приехала сюда. Поэтому это не было сложно. У меня были деньги. И, да, ну, всё, всё нормально. А как ваши друзья отреагировали, когда вы сказали им, что вы хотите посещать или переехать в Россию? Ваши друзья, что они сказали? Ну, ну, они были интересны. Почему? Ну, они, нет, нет, они понимали, почему. Потому что они знают, что мне очень нравилось моё время в России. И я всегда говорю, что я хочу вернуться, вернусь в Россию. И, да, они понимают, но, конечно, все, которые живут в стране, где они очень негативные говорят. И они боятся, что они боятся. Боятся, да, что? Да, да. Ну, осторожно, осторожно все говорят. Но я знаю, я знала, что всё будет хорошо. Я знала. Потому что мои родники нет. Ну, бабушка, дедушка, дядь. Просто, да? Да, да. Ну, все живут в России. Все говорят, что всё нормально сейчас. Приходи. Кнад. 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 Не слово. Кнад. Да. И, да, я думала, ну, я не была боится. Я, да, мне очень понравилось моё время там. Я нашла, ну, новые друзья, выход в стены. И я всегда, весь день, каждый день говорила на русском. Была очень хорошая практика. И у меня никогда был такой опыт, потому что всегда, когда я жила в России, я жила с мужем. И когда я не понимала, что там, он, ну, помогает мне. Поэтому, да, это было очень хорошее. У вас есть друзья в России сейчас? Да, да, да. У меня, у меня есть друзья, которые я познакомилась, когда, ну, когда я жила там. И сейчас я говорю с ними на русском. Но когда я жила там, я говорила с ними на английском. И было очень круто смотреть мой прогресс. Потому что, да, раньше я говорила на английском. И сейчас я могу говорить мои мысли на русском. Очень круто. Очень, очень. Да. Как для вас отличается, по вашему мнению, как отличается дружба в России и в Англии? Потому что я заметил, что дружба – это что-то важное и глубокое. Это не просто любое слово. Дружба – это что-то важное в России. Если кто-то ваш друг или подруга – это кто-то, кого вы можете доверять. И есть много доверия в этом человеке. Но в Америке он мой друг, он мой друг. Любой человек может быть вашим другом, да? Да. Вы даже заметили, что дружба что-то по-другому относится в России? Ну, мне кажется, что зависит от человека. Я не знала, если это, ну, только в России, только в Англии. Я не знала, потому что у меня есть, ну, разные опыты в Англии и в России. Я была в школе в Англии, поэтому у меня есть друзья, которые я познакомилась в школе. Это другой, и в России я иностранца, я иностранка. Поэтому, да, может быть, еще люди интереснее дружить в России, потому что они понимают, что я могу помогать им с английским. И поэтому это для меня, это легче найти друзей в России. Но я не знаю, если это, потому что я иностранка, или, может быть, потому что я половина русская, поэтому я понимаю людей, потому что я не англичанка кровь. Не англичанка кровь. После того, как вы познакомились с русскими людьми, вы поняли, да, что у них есть определенные привычки в России. Я не знаю, как в Англии, я думаю, что в Англии тоже люди не снимают обувь дома, как в Америке, да? Нет, нет, нет. Доброе. Критически важно снимать обувь, это очень грубо сойти в дом и не снимать обувь. Да, но я, но всегда в Англии, когда я была, ну, в доме, да, всегда снимать обувь. А, так вы снимаете обувь в Англии? Да, 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 снимать обувь. Окей, окей. В Америке вы не снимаете? Да, это очень странно, потому что как пол будет очень грязный, нет? Окей, я думаю, у меня теория. Начина, по которой, может быть, в Англии и в России люди очень заботятся о том, чтобы снимать обувь, это потому что погода отличается от нас. У вас много дождей в Англии, много грязь на улицах, и когда вы уходите домой, нужно снимать обувь, чтобы не было грязь дома. В Америке в больших местах не так часто идет дождь, так что, может быть, у нас с историей не так принято снимать обувь, потому что все равно не будет так грязно. Но это просто моя теория, я не знаю, если это правда или нет. Но, окей, окей. Какая тогда, если это не отличается в Англии, в России снимать обувь, какие привычки в России есть, которые не существуют в Англии? Может быть, не улыбаться так часто? Да, всегда люди говорят, что я... Ну, это важно, что я не улыбаюсь, когда я говорю. Но я говорю так, потому что я хочу, что, когда я говорю с людьми, они понимают, что я хочу говорить с ними. Если я не улыбаюсь, может быть, человек, с кем я говорю, может быть, он думает, что она не хочет говорить с мной. Но да. Поэтому... Ну, когда я в России, я улыбаюсь меньше, но я очень рада, что я там. Но я улыбаюсь... Вы уже приняли эти привычки, да? Да, да, я понесла бы. Какие привычки вы взяли и сейчас вы делаете эти привычки? Какие еще? Так, кроме этого. Ну, да, я не улыбаюсь. Но, конечно, на русском это... Но русский язык очень... Like, straight to the point. Ой, да? Да, но тебе не нужно говорить, ну, пожалуйста, если ты хочешь делать... Да, но на английском мы говорим так. Пожалуйста, если это не проблема для вас, пожалуйста, поменьше. Поэтому я хочу это делать, пожалуйста, или что. Но я люблю это больше. Когда я в Англии, я говорю так, на английском. Это без... Вы пытаетесь быть более, типа, вежливым и не хотеть обидеть кого-то. Да, да, но... Но, да, я хочу стать, но как русская девушка, поэтому я хочу... Но измениться... Вы хотите избавиться от этого поведения? Например, говорить так, что... Вы хотите избавиться от этого поведения, что у вас есть в Англии, где они не хотят обидеть кого-то. А, да. И avoid going straight to the point. Да? Да. Это просто мне нравится в России, что люди более прямые, и если хотят... Если... Они не грубые, они не хотят быть грубыми, но просто им нужно сказать правду. Не всегда лучше, чем в Америке. В Америке мы никогда не хотим обидеть кого-то... Если... Если... Даже если у кого-то глюк... Очень глупая идея, мы говорим... Ну, попробуйте. Ну, лучше быть, это... Это хорошая идея. Но... Сказать это русскому человеку, он скажет... Что? Думаешь, что-то хорошее? Не, 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 не делает. Да. 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 Но я понимаю это. Но... Но жизнь очень короткая, поэтому я не хочу потерять жизнь, потерять время. Почему меня нужно говорить много слов? Но не... Я не нужно. Поэтому я... На английском... Право. Что я хочу? Так что вы сможете сейчас в Дубай... Когда будет следующая поездка в Россию? Когда вы планируете в следующий раз быть? Ну, я очень хочу зима. Очень хочу встречать Новый год и радостство. Ну, английский радостство. Ну, и английский, но не русский радостство. Декабрь. Да, может быть, не знал, не знал, что будет. Потому что мой муж сейчас... У него нет визы, но студентская виза. Поэтому чуть-чуть сложнее, чем раньше. Потому что он был студент раньше. Но это очень легко для меня, потому что у меня есть русский паспорт. Русский паспорт. Я могу приедуть, когда я хочу. Но это очень... Кожемар. Это кошмар моей ситуации сейчас. Потому что у меня есть... Я гражданка в России, но у меня нет внутренних паспортов, но обычных паспортов. У меня есть только загранный паспорт. Но в России... Ну, в России есть две паспорты. Но в Англии у нас есть только один, как в США, да, тоже. Я тоже заметил, что у людей два паспорта в России. И в Беларуси. Я не понял, почему, но это другая история просто. Да, да, да. Не знаю. Да, но у всех есть обычный паспорт. И если люди хотят путешествовать в другую страну, им нужно делать загранный паспорт. Но у меня есть только загранный паспорт. Это очень странно. И я была в каждом... Почти в каждом моем документе... Ну, это центре, где люди делают документы. Мои документы. В Москве и в Питере. Ну, везде. Совсем. И все думают, они могут помочь мне. Но всегда проблемы. И сейчас... Ну, я ходила в мой документе с юристом, когда я была там летом. Но я сейчас живу, потому что им нужно найти меня в системе. Я не в электронной системе, потому что, когда я родилась, это было все на бумажне. И им нужно найти меня на бумаге. И никто мог найти меня. Но у меня есть паспорт, загранпаспорт. Я гражданка. Ну, да. Это какая история. Я всегда говорю со всем в России. Это мой проблем. И все говорят, а, пойдем, вывезти. Мы в документе не ждем. И не можем делать ничего. Вау. Да. Тогда придется нанять юриста, адвоката или... Да, но кипел это с юристом. Но сейчас я жду. Я очень надеюсь. Но это было уже 2 месяца. Поэтому я не знал. Я могу ждать еще месяц, если у меня нет ответа. Но мне нужно ходить еще раз. И, окей, вы планируете поехать в Россию, может быть, в декабре. А есть новые места? Есть новый город или регион, который вы бы хотели посетить? Например, я бы хотел посетить Байкал, Сиди. А вы? Байкал тоже. Байкал. Но это слишком холодная зима. А сколько градусов? Ну, меня 40. Я не знаю, что это было. Да, очень холодная. Ну, очень красивый озеро. Зима на Лег Байкал. Но ты можешь водить на дозе. В России, да, я вижу, очень круто, но слишком холодная. Мне не нравится холодная. Это только один, но причин, вещь, который мне не нравится в России. Это слишком холодная. Ну, это хорошо для нисколько недель. Но я не люблю холодная. Ну, 6 месяцев. Это слишком много. Слишком долго. Это сложно для горябель, потому что это всегда очень темно. И чуть-чуть сложно. Первый год, я думала, ну, все хорошо. Но второй год, ну, чуть-чуть сложно. Но я очень люблю жизнь там. Но это, я не очень любила длинная зима. Ну, да. И что, где еще я хотела? Я хочу, значит... А, Сочи. Сочи тоже. А, Сочи. Кавказ. Я тоже, я бы хотел Кавказ. На востоке. Это Магадан, Приморский край, Хабаровский край. Это тоже интересно. Дальний, Дальний Восток. Да. А, где Валкан? Я спела, как называется. А, может быть, Камчатка? Камчатка, да. Камчатка. Сахалин, Камчатка. Там Валканы. Да. Да, да, да. Ну, хочу смотреть все. Но очень большая страна. Как можешь смотреть все на отпуске. Очень сложно. Нужно выбрать на только один город. Да, я согласен. Да, через, может быть, 30 дней можешь выделить все. Катя, огромное спасибо за ваше внимание. Это было очень интересная беседа, очень интересный разговор. И ссылка на ваш канал будет в описании этого видео. Я рекомендую всем лайне-подписчикам подписаться на ваш канал, потому что у тебя очень классные видео. Огромное спасибо, ребята, что вы смотрели это видео. Увидимся в следующем видео. Спасибо, Катя, так. Спасибо. Спасибо, Катя. Субтитры сделал DimaTorzok